Сегодня мы хотели бы обсудить два важных для нашего города мероприятия. Это 72-й выдащий годовщина освобождения города Кингисеппо от немецких фашистских захватчиков, которые мы будем проводить 31 января и 1 февраля, и 27-летие вывода войск из Афганистана, которое состоится 14 февраля. Сегодня у нас присутствуют представители предприятий, организаций, участвующих в этих мероприятиях, представители ветеранских организаций, полиция, средства массовой информации. Добрый день. Итак, мы начнем с первого мероприятия, которое будет у нас посвящено снятию блокады города Кингисеппо и одновременно освобождению города Кингисеппо от немецко-фашистских захватчиков. Итак, 31 января в 14 часов в Доме культуры Химик, так вам понятнее, мы его называем много так, состоится концерт наших творческих и самодетельных коллективов, посвященных именно этим результатам, о которых я сейчас сказала. Вход бесплатный. Пожалуйста, приходите с соседями, с семьями, будем очень рады видеть вас. 1 февраля. Ничего не меняется в структуре нашего проведения митинга, который ежегодно проводится по единой схеме. Я вам кратенько напомню, предприятия, организации, учреждений, в количестве, которое вы определяете сами, 1, 2, 3 человека, как вам удобнее, с венками, корзинами или цветами, подходят к зданию администрации Карла Маркса 2А. Все знают, да, где находится здание администрации. Вячеслава Леонидовича мы, как всегда, попросим построить наши организации друг за другом. И затем мы с вами переходим в дорогу и выстраиваемся возле памятника Славы, где традиционно происходит митинг. Митинг будет подготовлен силами нашего культурно-доступного учреждения. Он будет длиться примерно 30 минут. После этого представители предприятий и организации учреждений, которые возлагают цветы корзины и венки возле этого памятника, естественно, все возложат. Затем митинг объявляется закрытым. Огромная просьба дождаться слов ведущего. Митинг, посвященный освобождению города Кемпистии под немецко-фашистских захватчиков, все называется закрытым. И только тогда мы можем с вами переходить. Те организации и учреждения, которые закреплены для возложения у памяти к партизанам, они переходят потихонечку, как всегда, к этому памятнику и возлагают. Все остальные представители садятся в автобусы, которые по традиции уже будут вас ждать на площади Николаева. Тихонечко садимся в автобусе. Кто-то на своем личном автотранспорте, ради Бога. И движемся в рощу 500. В 12 начало, следовательно, без 10. Без 10 пришли, все выстроились, перешли дорогу, построились возле памятника. Все прошло, возложили здесь, там, сели в автобусы, опять возложили. И огромное всем спасибо. Это мероприятие будет проходить 14 февраля. Памятник вам известный, в народе называется, да? Зуравли. Вот, на Октябрьском будваре. Начало также в 12.00. Уважаемые коллеги, в 12.00 начало. Желающие могут подойти и поучаствовать в этом торжественном правном митинге. Значит, здесь все по старой форме. Ничего здесь нового не предполагается. Все по той же схеме, как обычно происходит. Что касаемо вас, представителей организации учреждений предприятий, от вас одно желание и просто участие в данном мероприятии, возможно, с возложением цветов, если будет желание. Как подскажет сердце и душа, как говорится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok